Привет всем! На этот раз я хотела бы показать, как из скетча уже получится нормальная картина, нормальными красками. А для начала я хотела бы показать вот такие кисточки специфические. Меня спрашивали просто, какие кисточки для чего бы лучше подходили. И вот это у меня из России представили, колонок, белка написана еще в фильме, белка какая-то, наверное. Вот. И такие вот колонковые для акрилика никогда использовать нельзя. Впрочем, так же, как и для масла. Это зато идеально для акварельного рисунка. Вот. Это специально такая из колонок, это, видимо, из белок, делают ли? Фирма белка называлась. Вот такие подарок, такой от друзей из России. Большое спасибо вам! Я наш подарок получила. Я надеюсь, что вы видите этот вилик. Так что вы знаете, что подарок получен. Большое спасибо! Вот. Кстати, вот эти тоненькие мне очень нравятся, хотя это такая средняя цена, но это американская фирма. И вот это главное, что она очень тоненький кончик. Здесь очень хорошо заостренный. Это вот когда прорисовывают реснички, глазки, какие-нибудь там тоненькие детали. И вот как вот мне спрашивают, как иногда арабские эти надписи делать. Так вот, арабская вязь. Вот такая кисточка идеальна. У меня специально любимые тоненькие вот хрустальные вазочки. А вот это вот была когда-то очень большая банка кофе. Оно мне так нравится, ее цвет серебряный. Вот такие кисточки. Вот это для больших, большая площадь уже, это для акриликов в самый раз. Акриловые краски. Ну, у них вид такой, как масляный, а на самом деле они сохнут моментально. Чем они обычно отличаются от масла. Хотя, сами эти краски втрое дешевле, акрилик втрое дешевле. Ну, это я говорю, когда пойдешь в магазин и начинаешь выбирать. Хороший, вот есть такой магазин, есть специальный магазин по арту. Очень хороший это именно, я бы хотела показать, там вот эти краски там продаются редкие. Вот это стандартный, называется бриллиант blue, который в других марках, другие. Это Liquitex, а другие бренды из-за этого sky blue. Вот это такой цвет. И вот есть один магазинчик специфический. Вот этот уже более интересный, light blue, который permanent. Ну, вот этот редкий цвет. Вот в таком магазине, о котором я говорила, он есть. И вот он называется Smart Store. Вот сейчас он находится, этот магазин идет на Мелрос Бульвар, Мелрос и Беверли. Вот там на лу. Вот это очень хороший магазин, в нем хорошие цены. Вот, ну, я стараюсь никогда по интернету краски не покупать. Потому что я говорю, дохлый номер, там разобрать цвет. Потому что есть такая специфика у компьютера, что разные компьютеры разных брендов и разных годов издания, они имеют разную разрешимость. И причем разные экраны. Естественно, то, что автор, продавец, выставлял какой-то, он пишет цвет. Но то, что выставлял он, это не значит, что покажется на нашем экране. Потому что разница экрана и марки компьютера, и марки экрана, и разрешимости, и настройки, она бывает очень большая. Вот. Здесь я хочу показать вот этот, называется, лисий оранжевый. Вот есть обыкновенный такой у Fire Orange, это тут Fox Orange, именно такой вот лисий. Вот. Потому что мне нравится очень эта марка. Это хорошая краска, которая она моментально высыхает. Мне нравится эффект, что им никогда не вляпаться, никогда не размазать. А вот с маслом почему-то получается, что им легко вляпаться. Вот. И раз это будет акрилико, это вот я хотела показать, что сразу начнем с собаки. Собственно, собака, которую в скетче я показывала на другом видео, как делается скетч. Вот, начнем сразу с черного. Вот это, кстати, именно этот магазин, это фирменная их расфасовка, большие такие баночки, написано Made in USA, как раз доместик производства. Они делают их в Массачусетт штате в нашем, не в Калифорнии, а в Массачусетт, это другой штат. Ну, вот это он в наших же. Канадское производство хорошее, но у них цвета немножко бледнее. Вот кому нравятся белые и бежевые оттенки, надо брать краску канадского производства. А это именно этот смарт-стор на Мэриллс и Беверли. Вот как раз это оно там и есть. Они распасовку эту продают, и они очень дешево, по-моему, 6 долларов всего такая баночка. Вот, ну, скажем, сначала, Саша, вот это будет голова от собаки. То есть это будет, скажем, ввести контур. Вот ее волосы, какие пышные уши. Вот что, особенно в этой породе собак, что у них уши, как прическа. Красиво смотрится, мне так нравится эта идея. Вот, здесь такие вот маленькие кудряшки. Потому что вот от своей тяжести, естественно, все отвисает. Любая, хоть морея, хоть шерсть, хоть шкурка, она, естественно, под своей тяжестью. А здесь, когда тяжести нету, собственного веса, она не чует. И здесь вот кудряшки маленькие будут. В конце маленькие. Сверху почти такие вот, почти прямые волны. Надо же, главное, чтобы у собаки не получилась такая именно рокерская окраска. Ну, в принципе, вот эта порода у нее именно красива. Что здесь такой вот цвет, она именно, как такой классический black metal. Она такой покраска, как нормальная black metal банды. Такой макияж делают. Чисто белое лицо. Ну, это цинковое белило, кто я имею в виду, это не просто сценический грейм, а который с цинком именно идет. Вредно для кожи, но для сцены эффект потрясающий. И вот этой породы собак именно такой эффект, как будто они black metal собираются играть. Ну, мне так нравится, это вообще идея классная. Просто природа показывает, что black metal это что-то очень классное. Если даже природа показывает этот макияж, как нормальный, хотя бы для собак это нормально. И раз люди умнее, чем собака, значит, для людей это тем более нормально. Вот я мордашка, большой нос. Вот здесь будет второй глаз, второе темное пятно, вот черное, так. Другие пласты. Здесь будут пятнышки. Будут лучше. Сейчас пока главное залить пятнами, а потом будем прорисовывать шкурку поточнее. Потому что сначала главное показать цвет. И уже, потому что, как я всегда говорила, собака-то она в голове имидж воображений, взятая из памяти. И она статичная. Вот эта вот живая натура собака так долго не просидит. Она позировать не сможет. А с фотографией срисовывать, ну, как-то все-таки немножко не то. Потому что фотография, она уже в фотографии сама по себе закончена. А соревноваться с фотокамерой человеку просто бесполезно. В фотокамере нет фантазии, а у человека нет такой точности, которая есть у машины, у механики. Что же сделать механически? Человеку невозможно повторить, что механика все равно, все, что механического производства, все равно делает точнее, четче и быстрее. Поэтому соревноваться с фотокамерой – это бесполезно. Так же, как с китайской машинкой по вышиванию. Она все равно выше, точнее, и лучше, чем человек. И поэтому схема хороша только для китайской машинки. И когда ты рисуешь, именно в рисовании важно, чтобы была фантазия, было творчество, а не копирование по фотографии. Потому что фотография – это одно, это искусство фотографии. Но это совсем другое, чем в настоящее искусство арта, живописи. Абсолютная разница. Поэтому с фотографией срисовывать – это просто смешивать стиль, и это просто бесполезная трача времени. С фотографией можно не рисовать только город, потому что когда город рисуешь, там очень долго точно детальки делать. И чаще всего такой возможности нет сидеть там долго где-то и рисовать. Особенно когда хочешь нарисовать вид, панораму с фривея. Город – это город, а собака – это собака. Это большая разница, все это понимают. Собака на месте не просидит, а город будет стоять годами. Поэтому собачку лучше всего, конечно же, вот как она есть, вообразил из своего воображения, из своей памяти, делать такой непередаваемый свой уникальный образ собаки. Самое интересное, что если, тем более, когда рисуешь это в подарок, а я вот рисую, это будет подарок одному очень хорошему человеку, вот, и когда ты пытаешься угадать, если, самое будет интересное, если у него такая собака есть или у неё, вот, и угадать характер, о чём этот человек думает, и угадать характер его собаки, что у собак тоже характер есть. Если он совпадёт, это будет, как бы, медитация такая. Потому что собака – это прежде всего друг. Вот такой сайт MySpace, сайт, где можно было заводить друзей, сейчас на него расформовали. Так вот, друзья есть не только на MySpace, и тем более не только на Facebook. То есть, я чаще всего нормальные друзья в жизни, а не в соцсети. А собака – это большой друг, который ещё будет очень верный и всегда защитит. Хотя, другие, я говорю, бывают подлые, но собаки почти никогда подлыми не бывают. Хотя есть такое напрасное выражение, продажный, как пёс. Вот это напрасненно. Собака чаще всего она не продажная, она будет верна до последнего. Вот это здорово. Это будет собачка, которую отложим. Потом ещё кристочка, что она зелёный фон. У меня нравится зелёный, что, во-первых, цвет спокойствия. Это все знают, что цвет спокойствия. А во-вторых, что такое позитивное настроение, позитивный энергетик. Это зелёный цвет. Спокойствие, позитив. Хотя бы в чёрной магии, говорят, гадает на зелёные свечи, зелёной свечи шепотину и деньги вовсе нет. В чёрной магии всё наоборот. Зелёными свечами наводят смертную тоску. Но здесь не магия, здесь будет картина, и поэтому зелёный цвет только для спокойствия. У вас, конечно же, здесь спокойное настроение, потому что есть вечность. И она изображается голубым и зелёным. Это вечные цвета. То есть всегда будет природа, спокойствие, всегда будет ясное голубое небо, как вот всегда желают мирного неба над головой. А мирное небо – это голубое. А зелёное – это то, что природа. Природа – земля. Потому что, говорят все, когда там землю идут, и из земли жизнь пришла, и из земли уже и уходит. Зелёный – это больше цвет земли. Зелёный, а не коричневый. И поэтому тут есть без смятия и бесконечность цикла жизни зелёным. Делаем пока бледно-зелёный. Это такой лёгкий акрылик, потому что мне важно не столько нарисовать этот как картина, потому что картина её можно продать, ну, где-то долларов двести. Вот это. Это максимум для таких, для этого размера. Вот это было двестино. Но вот эта картина будет использована для другого проекта. Поэтому мы можем использовать лёгкие акрылика, а не профессиональные. Ну, да, можно так вот быстро показать, что говорят, как забор красишь. А когда нужно на скорость, главное сначала сделать заливку цвета. Ого, вот такая зелёная 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 зелёная. Белая сверху. Лучше чёрное. Какой показатель чистоты породы. У меня был один знакомый, он как-то занимался разведением собак для продажи. Там столько трактатов читал, у меня, что это ценное в породе, это не ценное. Я говорю, ну ты смотришь на собаку как на товар, А я на них смотрю, как на друзей. Поэтому, все-таки, идея чистоты породы, знаешь, что все-таки это покрасивее, чтобы она все-таки на картине была чистопородной. Хотя мне, вот лично, важна не порода, а ее характер, собачки-то. Мне важнее характер ее душа. Хотя коты мне нравятся больше всего персидские. Не знаю, что это дорогая порода, а не знаю, что они пушистые и мягкие. Я говорю, есть кому нравятся лысые коты, а я думаю, что это ночной кошмар. Кому как. Мне не нравятся лысые. Потому что кот да лысый, мне кажется, немножко неправильно, как-то немножко, он должен быть пушистый, мягкий. И собака, прежде всего, другом, а не товаром на продажу. Вот зеленый фон. Это идея. Вечность, спокойствие, зеленая, безмятежность. Так, этот зеленый. Я хотела, что цветочки кое-где будут, чтобы какая-то была свежесть. Не просто картинка. Чтобы была какая-то специфическая свежая, здесь вот цветочки. Это потом, когда будем точнее прорисовывать, в следующий раз я покажу, как будет точнее, маленькой тонкой кисточкой. Но она сейчас, не имея такого большого смысла, это будут цветочки потом. А здесь будет синее. Синее, где-то вдалеке будет синее небо. Если я не передумаю к окончанию этого проекта, художественного, вот, скорее всего, там будет синее небо. Чтобы он был синим, а чтобы сразу голубой цвет появлялся. Вот так, облака. Можно сделать не облака, можно сделать просто синее небо. Тоже неплохо. Вот так. Это будет примерно синее такое небо, где-то там за горизонтом просматриваться. Что там за горизонтом? А там загадка. А там спокой. А может там новые друзья. Кто знает. Это горы. А вот здесь будет больше зеленые горы у меня тут. А тут было небо. Мне постоянно, когда в Сан-Франциско ездит, такой красивый город, он немножко меньше, чем Лос-Анджелес, но там вот очень красивая такая природа. И главное, чем он отличается от Лос-Анджелеса, что у него копоти вот этой нет. Ну, у Лос-Анджелеса, она еще с тех времен, когда еще испанцы приехали в Америку, еще тогда была вот эта копоть, она естественным путем здесь набралась, а вовсе не из-за машин. Вот. И вот у Лос-Анджелеса копоть есть, но от Сан-Франциско никогда. Ну, мне кажется, эта собачка живет в Сан-Франциско. Вот как-то интересно. Вот. Вот. У меня просто шелкается. Говорят, что Сан-Франциско самый дорогой город под своим ценом. Ну, я вот Сан-Франциско на это внимание не обращаю, но говорят, что он самый дорогой, из-за того, что там много компьютерщиков, программистов живут, и там много получают зарплаты те, кто работает на компьютере. Поэтому город, естественно, когда...